В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе проводятся занятия по начальной военной подготовке Рокот Видное. Есть люди, которые служили в армии когда-то. Есть люди, которые не служили в армии вообще. Есть девушки, которые тоже хотят научиться, помогать. Муниципальные депутаты начинают подводить итоги своей работы за год. Девять домов за последний год перешли в ту управляющую компанию, которую они сами выбрали на общем собрании собственника. В историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный битве под Москвой. Дети интересуются историей, и это меня, конечно, радует. Уже более двух месяцев в муниципалитете проводятся занятия по начальной военной подготовке Рокот Видное, где профессиональные инструкторы учат тактическим правилам ведения боя, а также навыкам оказания медицинской помощи. Наша съемочная группа побывала на одном из занятий. Раз, два, три. Как быстро эвакуировать людей из красной зоны, правильно перевязать раны и остановить массивное кровотечение, помочь человеку с дыхательными проблемами, об этом и многом другом можно узнать на занятиях по начальной военной подготовке Рокот Видное. Есть люди, которые служили в армии когда-то, есть люди, которые не служили в армии вообще, есть девушки, которые тоже хотят научиться помогать себе, помогать раненым. Потому что тактическая медицина, она, конечно, интересна, но она применима и в обычной жизни же тоже, то есть в случае ДТП или какой-то аварии. В ходе обучения используется различное оборудование и экипировка, несколько видов жгутов, бинты для тампонады, бандажи, а также носилки и эвако-стропа. Все, что может спасти жизнь на поле боя, когда на счету каждая минута. Занятия проводятся в муниципалитете уже более двух месяцев по выходным. Есть лекционная часть и, собственно, уроки по тактической медицине. Под гидо-председателя Совета депутатов Станислава Николаевича Радченко мы организовали подобные мероприятия на разных площадках в Ленинском городском округе. Все это, естественно, проходит в рамках помощи и мобилизованным, и тем, кто в перспективе может быть мобилизоваться, либо отправиться добровольцем на фронт. Поэтому тема актуальна, и мы всячески включаемся в эту работу. Семен Меркулов из поселка Совхоза имени Ленина впервые на подобных занятиях. Молодой человек считает, что такие навыки пригодятся не только в военных условиях, но и в мирной жизни. Я такие уроки, когда на ютубе наблюдал и думал о том, что ну как бы я себе боял в такой ситуации, когда люди сами себе там жгуты накладывают, сами себе первую помощь оказывают, ну смогу ли я с этим справиться, а тем более на поле боя. Ну и решил уже не гадать, попробовать действительно на себе. Это мой первый опыт. И, ну честно скажу, приободрен. Думаю, что хоть немножко знаний прибавится. Чувствовать себя будешь, по крайней мере, уверенно, что ты хоть что-то можешь. Прийти на занятия может любой желающий. Для этого надо вступить в группу «Рок от Видное» в Телеграм и заранее записаться. Уроки совершенно бесплатные. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Виднет-ТВ. Депутаты муниципального совета начинают подводить итоги своей работы за 2022 год. Наш корреспондент Дмитрий Книгов встретился с Алексеем Валуевым и узнал о положительных изменениях на территории избирательного округа номер 4. К избирательному округу номер 4, в котором работает депутат Алексей Валуев, относится микрорайон Бутово-Парк. Одну из основных проблем густонаселенной застройки удалось решить в этом году. Около дома номер 21 был установлен шлагбаум, ограничивающий проезд транзитного транспорта по дворовым территориям. Так как здесь был просто нескончаемый поток машин, которые ехали и маршрутки, и машины, которые просто проезжали нескончаемым потоком на Варшавское шоссе мимо жилых домов. И, соответственно, дети, жители, пожилые люди, которые уходили из подъездов, они упирались в этот поток машин. И было вплоть до того, что были несколько несчастных случаев, когда детей даже сбивали. Инициативная группа жителей подготовила проект и обратилась к депутату с просьбой установить шлагбаум. После согласования с администрацией, со всеми ведомствами и службами, он появился здесь в начале текущего года. Сделано очень удобно. Здесь можно проезжать через приложение, можно проезжать через транспортную доданную карту. И, собственно, сами жители также через приложение, через звонок могут открыть. Кроме этого, Алексей Валуев поспособствовал проведению общих собраний жителей по вопросу смены управляющих компаний. Данная проблема волновала жильцов многоквартирных домов не один год. Здесь около сейчас 20 домов и несколько управляющих компаний. Вот 9 домов за последний год перешли в ту управляющую компанию, которую они сами выбрали на общем собрании собственника. Также стоит отметить работу депутата по повышению уровня безопасности пешеходов при переходе через Расторгуевское шоссе. Была изменена разметка и установлен светофор, регулирующий выезд автомобилей со двора. По отзывам люди довольны. Ну, кто-то не нравится, что нельзя перебежать и быстро перейти, но в основном жители довольны, кто соблюдает правила дорожного движения. Все-таки это наша безопасность. Алексей Валуев находится в постоянном контакте с жителями и продолжает решать проблемы по их наказам и обращениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях директор музея-заповедника Горки-Ленинский Алиса Бирюкова. И мы поговорим о предстоящих мероприятиях на территории учреждения. Здравствуйте, Алиса Михайловна. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы в августе возглавили музей-заповедник. Освоились ли и каковы ваши планы по дальнейшему развитию музея? Да, конечно, освоилась. И уже в такой очень активной деятельности со всей командой музея. Очень полюбила это место. Оно действительно удивительное, потому что в нем, как в капле воды, отражается вся история нашей страны со всеми противоречиями, неожиданными сочетаниями от вятичей до вождя мирового пролетариата. И, собственно, наша задача – все это достойно, грамотно и интересно репрезентовать в выставочной деятельности музея, актуализировав ее в событийной линейке наших мероприятий и создать тот актуальный, интересный образ музея, который должен у него появиться в XXI веке. Потому что оказывается, что не все наши посетители представляют себе изначально этот музей таковым, какой он есть на самом деле. Наша задача, конечно, максимально интересна о нем рассказать, раскрыв все его особенности, все его уникальные черты. До Нового года остается еще месяц. А какие мероприятия ждут гостей музея-заповедника в ближайший месяц? Мы пока не говорим о новогодних праздниках. Да, у нас сейчас очень большая линейка мероприятий. Мы активизировали работу в части событийной составляющей, потому что музей обладает, собственно, всеми необходимыми площадками для этого. У нас есть замечательный киноконцертный зал на 250 мест. Мы его сейчас в короткий срок подремонтировали, привели его в порядок. И с 19 ноября запустили там такую активную концертную деятельность. Наша задача заключается в том, чтобы каждую неделю в музее происходили какие-то интересные события, на которые люди понимали бы, что, приехав в музей или придя в музей в выходные, всегда можно попасть на какую-то интересную событийную историю. Мы сейчас сотрудничаем плотно с фондом «Новые имена», президентом которого является Денис Леонидович Мацуев, наш друг и партнер. И стипендиаты фонда уже дали несколько замечательных концертов в горках ленинских. Вот на прошлой неделе у нас было выступление известного пианиста Алексея Сканави с замечательной певицей. В ближайшие выходные всех приглашаю, наших телезрителей, потому что у нас открывается новый цикл событийный, поэтический цикл в горках, где будут происходить встречи с известными современными поэтами. И открывает этот цикл 3 декабря в 16.00 в нашем Южном Флингеле. Замечательный современный поэт, победитель турнира «Поэт в Красной площади» Мария Ватутина. Всех приглашаю на этот вечер. И в воскресенье в 18.00 у нас пройдет тоже замечательный концерт. Такая музыкально-литературная, музыкально-литературный спектакль, в котором ведущие роли исполнят известный пианист Алексей Сканави, известная актриса Елена Захарова, и будет звучать поэзия «Серебряного века». Поэтому всех ждем в гости. И линейка этих мероприятий достаточно насыщена до самого Нового года. 10 декабря будет очень интересный концерт проекта «Поколение звезд», где выступят Ксения Башмет и Арсений Тарасевич. Это тоже сейчас такая восходящая звезда русской пианистической школы. Один из лауреатов первого международного конкурса Рахманиновского, который прогремел этим летом на всю страну. И 17 декабря всех приглашаем на Новый год в стиле джаз, где у нас тоже будут известные, хорошие джазовые солисты. Поэтому линейка событий очень и очень велика. А дальше мы, конечно, уже вступаем в новогоднюю пору и тоже подготовили для этого целую развернутую программу. Так, а что же гостей Горы Гленинских ждет в Новый год и в новогодние каникулы? Ну, учитывая, конечно, что этот год для всех очень сложный и сложный для страны, и сложный для многих наших семей, мы решили, что надо дать возможность людям провести время просто вместе, семьями, и придумали в Горках такой семейный фестиваль «Елка в Горках», который пройдет в период со 2 по 7 января, и будет очень большое количество всяких интересных мероприятий для детей, и квестовых программ, и мастер-классов, причем таких очень действительно любопытных. Например, мастер-класс по театру теней, когда дети фактически будут создавать спектакль и показывать его потом своим родителям. Там разнообразные квесты по территории музея. Очень насыщенная программа каждый день в эти дни, плюс линейка мероприятий для родителей. Мы ее тоже выделяем отдельно. Сейчас выпустили такой специальный буклет, в котором будет вся подробная информация. Конечно, мы уделяем внимание мероприятиям, которые делаем на благотворительной практически основе, на бесплатной основе. 24 декабря у нас пройдет такая благотворительная елка для детей из семей, участников специальной военной операции. Мы посчитали своим долгом сделать такое событие, подарок этим семьям. И вообще, конечно, приглашаю всех жителей на наши мероприятия «Новогодние елки». Они традиционно проходят на очень хорошем уровне в музее. И в этом году мы тоже проводим много новогодних елок. 24 декабря две новогодние елки. 5 января тоже пройдет несколько новогодних елок. Разные спектакли и на разный вкус. Поэтому приглашаю всех все-таки почувствовать вкус праздника. Потому что это праздник, конечно, объединяющий, семейный. И нам очень хотелось бы, чтобы он именно так почувствовался для всех горках ленинских. Мы, конечно, сейчас готовим традиционную лыжню в горках. И в этом году у нас будет новшество. Потому что мы впервые запускаем лыжный прокат на территории. То есть можно будет не приезжать со своими лыжами, а взять их на прокат в самом музее. И спокойно покататься по лыжне, которая действительно пользуется большим спросом. Нам уже идут звонки о том, будет ли лыжня в этом году. Вот, соответственно, заявляю, что будет. Мы к тому приложим все усилия. И, конечно, всех приглашаю на программу всех новогодних мероприятий. Она есть на нашем сайте. Она будет в афишах. Поэтому следите за афишей и обязательно приезжайте в гости. Спасибо огромное, Алиса Михайловна. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас была директор музея-заповедника Горки Ленинский Алиса Бирюкова. В историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный битве под Москвой. На мероприятия были приглашены учащиеся в Видновской школе номер 10 и наша съемочная группа. Уроки мужества для школьников Ленинского городского округа сотрудники историко-культурного центра проводят регулярно. Очередное внеклассное занятие было посвящено событиям первых месяцев Великой Отечественной войны. Ребятам были показаны документальные фильмы, а также письма и фотографии земляков, рассказывающие о сражении под Москвой и поражении гитлеровской Германией в этой битве. Удалось добиться перелома в ходе военных действий. Фашисты отступают. На уроке присутствовали учащиеся в Видновской школе номер 10. Мальчишки и девчонки не впервые на таких патриотических мероприятиях. Я считаю, что это важно – поддерживать исторические знания и поддерживать, так сказать, наш боевой дух и патриотический настрой молодежи. Это очень важно для нашей страны в октябре в такие сейчас времена. Мы должны знать историю нашего русского государства, какая была война, было очень много крови, не дай бог, конечно. Организовала встречу для своих воспитанников ВКЦ учитель истории Видновской школы номер 10 Светлана Павленко. Детям интересно, конечно, история Отечественной войны. Они много и читают, и много у нас в литературе есть. И я, как учитель, очень много и читала, и возила. Мы и в Ленинград ездили, когда Ленинграда смотрели этот музей, и на Скорольском кладбище были. То есть дети интересуются историей, и это меня, конечно, радует. Во время лекции школьники узнали, как в результате огромных усилий Советской армии удалось сорвать фашистский план уничтожения государства. Многие ребята признавались, что хотят вновь побывать на очередном уроке. Наталья Буслаева, Олег Барский, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.